Мы пять раз к вам приезжали. Все, последний автобус сейчас пошел. Вот эти ваши тряпки. Этих тряпок в Днепропетровске, в горы. Залазите и выбирайте. А за что же мы будем их покупать? Я говорю, залазите в гуманитарные. Там их куча. Выбирайте себе вещи. Из-за вот этих ваших тряпок, которые им по 20 лет. Вы не будете ни голодные, вы не будете ни на улице, вы не будете ни раздетые. Вам окажут медицинскую помощь, кто нуждается. Вот сегодня, сейчас, пока мы приехали, еще есть возможность. Вот так волонтеры уговаривают людей уехать из севера Донецка, тем самым спасти свою жизнь. Разрушенный российскими войсками, город практически опустел. Из 130 тысяч осталось лишь около 13 тысяч жителей. И они практически живут в бомбоубежищах. Остались тут пенсионеры. Те, что с семьями, тоже малообеспеченные люди. У них свои претензии всегда были. И когда они попали вот в это микросообщество, которое формируется по всему городу, то, конечно, это вот такая вот психологическая круговая порука. Все друг друга поддерживают. И заодно вот самые громкие озвучивают свое мнение о том, что никакой жизни там нету. Здесь она хоть какая-то есть. Ну, чтобы вы понимали, вот до прилета, когда я приезжал сюда, были периоды, когда вот весь этот двор был одной большой очереди. Вот здесь готовилась еда. И находилось здесь человек, наверное, ну, одновременно человек, наверное, 40, может, 50. Все они, значит, вот и расставали, там вот на одной такой кастрюле готовилась еда, и им выдавали там пайку, какой-нибудь суп, какой-нибудь сухарик. Люди живут в полном, как бы, ну, амниобиоидном состоянии, в темноте, в полных полумраке. Я считаю, что, как бы, ну, это хотя бы от этого происходит существенное студии в психике. То есть, ты ездишь по городу, люди не могут тебе дорогу указать. Там до соседнего дома. Где находится там 57А, они знают, потому что они живут. 57Б, они уже... С каждым прилетом российской ракеты, с каждым погибшим или раненым, желающих покинуть северо Донецк, становится больше. Давайте сумки там, все, что... Я боюсь, не выдержу еще одну такую. А что было? Почему... Раненые и погибшие. Я не хочу больше. Не хочу. Наши повара страдали очень сильно. Я боюсь выходить. Вот так вот российские оккупанты обстреливают мирные районы северо Донецка. Отсюда проводится эвакуация. И российские оккупанты знают, о том, что люди пытаются сюда выехать, пытаются отстрелять гуманитарный коридор, гуманитарный автобус и людей, которые пытаются сюда выехать, покинуть этот ад, выехать в более мирные районы Украины. Минометы, авиация, танки враг прицельно бьет по жилым многоэтажкам и укрытиям, пытаясь сравнять город с землей. Местные говорят, обстрелы в городе не утихают ни на час. Вчера попала, не знаю, бомба или что, сотряснула даже подвал. Полетело, посорвало все двери, полетела пыль. Люди притихли, закричали и так далее, перепугались. Четыре смерти. На кухне четыре смерти, все крово. На кухне. Они были на улице, и там упало. И упала плита, это парадет. С самого начала выбиты стекла, там же, представьте, в марте жить без стекол, когда в минус 12. Решила, что если я погибну, дочка не поймёт. Дочка не поймёт. Потому что объявили же за вчера, наверное, объявили уже в интернете. Это же они как, горят там. А связи же нет, представьте, что у них творится внутри. Нас побудило эвакуироваться за то, что, скажем так, можно сказать практически, мы вчера, не знаю как, ну, спаслись, наверное. Мы вечером... По ребенку неохота быть. Мы сразу вечером, несмотря на все, переночевали в этом убежище. Вот сегодня сказали, что есть эвакуация, и просто, ну, жизнь человека дороже, любых материальных ценностей. Из-под обстрелов людей эвакуируют такие же обычные люди. Олег уже более месяца ежедневно, рискуя жизнью, бесплатно вывозит севернанчан в Лисичанск. Оттуда их централизованно везут в Днепро. Вчера обстреляли, да. Вчера обстреляли что? На мосту меня. Еду, поднялся. Вода поднялась, песок. Ну и все, немножко приостановился, зашел, пошел дальше. На Лисичанск. То есть, в принципе, эвакуационные рейсы, то мы что-то тоже могут обстрелять, нет ничего с готового людей, да? Так мне интересно, получается, меня ждали, как я понял. Вот что немаловажно. Есть лишь один путь спасения из севера Донецка, так называемая дорога жизни, трасса Лисичанск-Бахмут. Но и она простреливается российскими войсками, а значит, небезопасна. Сегодня вот таким вот эвакуационным рейсом из-под обстрела удалось вывезти 12 человек из севера Донецка, в том числе, на бой ребенка. Теперь их отвезут в более безопасные уголки Украины. Анастасия Куткова, сентября информационного романа Фридом, телеканала Юлия.